Это, смотрите, вот такая красота. И вот это аж вдали, 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 вдали. Вот там, под облаками, под облаками, вдали. Вот это наш отель. Вот он, вот он, где он. Вот, видите, вон, вот он, вот этот отель. Люди здесь очень приятные, дружелюбные, щедрые, приветливые. Ну, и я скажу вам, что и в нашем отеле как-то все стараются быть, ну, соответствовать, не подводить себя и своих людей, так как мы свою страну, так как мы много сейчас уже слышим о не очень корректном поведении наших иммигрантов или наших беженцев, вернее сказать. Поэтому мы всячески стараемся поддерживать вот это их доброе расположение к нам. И то, что они нам дают и жилье, и еду, плюс еще пособия. И для нас пособия, которые еще до сих пор они не уменьшили. Хотя идут разговоры о том, что взрослые люди, у которых нет маленьких детей, они, ну, должны уже где-то искать себе работу. Что они и делают. Поэтому в отеле, в котором я живу, уже осталось где-то процентов 30 тех, которые приехали. Многие уехали в другие страны. Есть в Австралию, уехали в США, в Канаду. Есть люди, это конкретно которых и люди, я знаю, уехали вот в Англию, мои соседи. И многие уехали в другие города, там, где есть работа, там, где даже если еще пока никто не требует, чтобы работали, люди понимают, что надо каким-то образом, чем раньше, тем лучше, искать какие-то места для того, чтобы устроить себя, для того, чтобы шла вот эта уже история, как работника, как налогоплательщика, там, ну и так дальше. Чтобы не жить на пособии. На пособии жить это самое, самое, ой, как бы сказать, последнее дело. На нем могут жить только те люди, которые действительно не могут работать. Ну и, наверное, пенсионеры, которые, естественно, никто не возьмет ни на какую работу. Хотя мы тоже, пенсионеры, имеем право работать, по-моему, 19 или 20 часов в неделю, если, конечно, мы найдем такую работу. Это будет как дополнительно к этому пособию, которое дает Ирландия для каждого человека. Дети вот недавно, ну, сейчас скоро будет уже опять школа, они там тоже или получают пособие, или в нашем, в этом месте, где наши дети, я спрашивала девочка, она говорит, 14 лет, им выдали формы. Говорю, ну, как форма? Нравится, прикольная. То есть все делается для того, чтобы наш народ здесь чувствовал себя хорошо. Конечно, мы не дома, конечно, это совершенно другое. Конечно, это мы понимаем все, что это временно, но что другого выхода многие не находят, и поэтому вынуждены уезжать со своей родной страны. Невольно я остановилась здесь, в этом месте, от этого такого приятного запаха дерева. Это в виде куста, это в виде дерева. По-моему, если его не подстригать, то оно получается дерево. Цветы одинаковые, смотрю, очень приятно. Такой аромат, такой аромат раздается. Меда или даже не скажу вам ничего. И хочу показать вам, и хочу вам показать, как они складывают вот эти вот камни. Вот смотрите, просто они складывают, а потом они зарастают травой и таким образом держатся. Там, может быть, в другом месте я покажу. Такой просто длинный-длинный такой заборчик с камней. Здесь уже, видите, они заросли. Вот такая дорожка туда идет в лес. Здесь дома. Хорошо все, видите, аккуратненько подстрижено. Вот это приходит рельсовый автобус. Здесь мы можем им поехать на этом автобусе в ближайшие города, в которых и что-то купить в магазине, и оформить документы. Там именно эти есть места, так сказать, в которых это все можно сделать. Здесь тоже есть магазины, но и выбор, и цена намного, конечно, дороже. Вот поэтому многие предпочитают все-таки поехать, тем более время свободное есть. Конечно, я должна сказать, что за эти 4 месяца многие люди уже начали устраиваться на работу и ездят даже на автобусе. И не только на этом, и на других ездят на работу. Многие устроились и здесь, в этом городке, где могут работать наши безобразования. Это в отеле, по уборке, где-то на уборке в кафе каких-то. Конечно, я считаю, что я здесь нахожусь в идеальных условиях, потому что люди, которые приезжают уже сейчас, для них, ну, не для всех могут предоставить, может предоставить Ирландия такие условия проживания. Хотя все остальное, для всех все одинаково. Буквально на днях приехало очень много людей и поселили еще в этот отель. Видим, какое у нас поселение сегодня крупное. Детей, а сколько собак? Дети оформляются. Девочка познакомилась с Халькова. Они же вся Ирландия такая, да. Как и в каждой стране есть какие-то свои необычности, я бы сказала. Здесь очень часто вот так увидишь растения, которые, вот видите, это запасной у нас выход. И на случай пожарной безопасности. И вот посмотрите, это растение, не имея никакого корня, оно растет. И не только она на этой площадке. А вот, смотрите, просто растет на глазах. Где оно там нашло себе место? Непонятно. Все очень интересно, все очень необычно. Поэтому я очень рада, что в какой-то момент я приняла решение и приехала сюда. В этот сложный такой момент моей жизни и жизни, наверное, всего мира. Будьте здоровы, счастливы, богатые, всегда принимайте правильные решения.